Джумблер Дота Джумблер превратит твои грешни в руки Что хотелось бы рассказать о спектре Это то что герой является таким существом Которому нужно формить минут так примерно 35 Вот чтобы быть точнее Это тот перс который относится к категории таких поздних лейтов Которому очень сильно нужны артефакты для того чтобы нагибать Без артефактов спектра абсолютно не имеет никакой опасности Если быть конкретным то до 30 минуты спектра вообще никому не опасно Ее ну то есть она по сути это убить может быть и может Но знаете у нее нет таких каких то особых способностей Для того чтобы ее кто то боялся Например как у Лины которая может подойти Дать 2 спыла и просто уничтожить в пух и прах вас И всех кто будет в принципе рядом стоять Потому что там по сути это ООЕ все Ну это все такие мелочи Давайте приступим к описанию скиллов Пообщаемся по поводу них Там есть много чего рассказывать И на самом деле очень много интересного Об одном первом скилле можно рассказать очень немало если честно Ну давайте приступим Наш первый скилл это кинжал Мы его бросаем и оставляем в него след Этот след замедляет всех врагов Враги которые будут поражены этим следом Также будут оставлять за собой в него след Что самое интересное этот скилл замедляет врагов Которые даже не восприимчивы к магии Это очень важно Еще один важный момент который мало кто знает Это помимо того что да этот скилл увеличивает скорость нашего передвижения Позволяет нам проходить сквозь текстуры И вот сейчас внимание Этот скилл позволяет перемещаться еще целых 2 секунды После окончания самого эффекта этого скилла То есть еще 2 секунды после вот этого вот каста Мы можем перемещаться Поэтому в принципе у нас все неплохо У нас начало довольно интересное Разор получает Ну стой, стой Нормально делаем фраг У первого скилла урон особо-то незначительен Но что самое главное Урон магический То есть это не физ урон К сожалению Но если честно могли бы сделать на самом-то деле и физ урон У спектры так-то не все хорошо В начальной стадии игры И в середине даже игры Поэтому можно было бы как-то компенсировать Вот все это Чистым уроном от первого скилла Я думаю, что чистый урон был бы Несколько полезнее, чем магический Ну это все такие моменты мелочные И давайте Продолжим описание первого скилла Итак, на последнем уровне прокачки Всего 200 урона Причем магических То есть 200 урона Это даже не чистый, блин 200 урона плюс там всякие блокираторы То есть там, ну вообще По сути, этот скилл в принципе-то не дамажит Вот Пожалуй, самое главное, что он делает Это прибавляет наша скорость передвижения И замедляет самого врага То есть, ну вот как-то так Еще главная особенность То, что от этого скилла нельзя увернуться Господи, да что тебе нужно? Ну еще и на хосте Так только мне может вести На самом-то деле Сказать честно Я успел Успел умереть уже В самом начале игры Ну ничего страшного Это просто Такое бывает Когда я много разговариваю Бдительность немножко теряется Ну ничего страшного Мы-то знаем, что мы свое наверстаем Поэтому пока мы в принципе таверни Ну хотя мы уже появились В начале довольно быстро все появляются И давайте продолжим Второй скилл То, что нам поможет убивать Второй скилл добавляет к нашей атаке дополнительный урон Если атакующий противник Ну противник, которого мы атакуем Он один находится Если рядом с ним никого нет То у нас работает вот эта вот пассивка Которая добавляет к нашей атаке дополнительный урон На последнем уровне 65 К удару с руки Вот И этот урон чистый Но это еще не все Есть еще несколько таких моментов, нюансов Урон аносится до атаки героя До атаки героя Это тяжело понять Ну Даже наверное объяснить тяжелее, чем понять В общем не суть Не обращайте на это внимания Это мелочь Самое главное, что на иллюзии Также действует эффект этой способности То есть Если иллюзия будет стоять одна То на нее также будет работать дополнительная атака Вот Наша третья пассивка Которую мы максимум стоя на линии Это то, что помогает нам защищаться Эта пассивка Добавляет нам жирности, плотности Потому что весь урон, который на нам наносится Он отражается То есть Причем Отражается Частично На первом уровне 10% На втором 14% На третьем 18% На четвертом 22% урона Вообще мы не воспринимаем То есть Он помимо того, что возвращается Он не воспринимается То есть он нам не наносится То есть Внесли нам 100 урона Из них Минус 22% То есть вот так 22% На 22% урона нанесется меньше Встание ощутимо Но если допустим Ульта нет лина То это будет довольно ощутимо Вот Наша ульта создает Иллюзии Которые Появляются Вокруг Не то что вокруг Рядом с каждым Нашим врагом Вне зависимости от того Находится он в инвизе Или он еще не зашел В доту Не подключился В игру Или он вообще Не установил доту Еще на свой компьютер Рядом с ним За его спиной Появляется спектра С косой Вот И в любой момент Мы можем Наш основной герой Может переместиться К этой иллюзии Поэтому если вашу мамку Гнобят в паве Вы знаете что делать Ребят Да Это очень просто Нажимайте на ульту И перемещайтесь К нужной вам иллюзии С помощью дополнительного Скилла Четвертого Который появляется Если мы ультуем То есть четвертый скил Позволяет нам Переместиться К нужной нам иллюзии Впрочем то и все Это пожалуй все Что можно было Рассказать о скиллах Спектры Поэтому Переключаемся На процесс игры И в принципе Можно уже будет Немножко поговорить О закупе И о том Что вообще Спектре собирается И как Какие В каких ситуациях Есть какие сборки Значит все очень просто На самом деле Самое главное Что нужно знать Это если вы хотите Поиграть за спектру Вам Вам должен Как минимум Соппортить один саппорт Это в худшем случае Вообще По правильному Вам должны Соппортить два саппорта Потому что Они должны Как можно Дольше защищать Спектру Так как Основной айтем Который Спектре Собирается Для нагибы После 40 И 30 И 35 Минуты Это Радик Но чтобы его Собрать Нужна Нужна Очень большая Защита Именно В начале Игры Для спектры Ну и Лина Видимо Это понимает А понимает Это потому Что за Лину Играет Артхол Админ Группы Но нам Нужна помощь Нужна помощь Ребятки Кто нибудь Придите Помочь Осталось Немного До Радика Тут самое главное Понимание Всей команды Всецело Что нужно Ну то есть Задача Спектры Она должна быть Всегда предельно Понятной Если есть Спектра То вся команда Должна подстроиться Под игру Именно этого Персонажа Потому что Спектра Мать ее Может нагнуть Причем Нагнуть Очень жестко Если все Будет делаться Правильно То с ней Никто И ничто Сделать Не сможет Потому что Это Unstoppable В лейтгейме Очень Нереально Жесткий Перс И вот Сейчас Противники Это понимают И они Собрались Нужна помощь Пацаны Срочно Срочно Просто Срочно Они тут Понаяхали Ребята Понаяхали В общем Чтобы было Понятно По таймингу Так сейчас Мы разберемся С ситуацией В которой Здесь происходит У нас на линии Немножко Нужно Отойти Потому что Здесь смысла Вообще Тут Ложить Просто Нечего Хоть Бери Да и Уходи Просто С этой Линии И Фарми На другой Ну тут Как бы Наглость Это Наглость Такие вещи Они должны Наказываться Они не должны Оставаться Безнаказанными Ну чтобы Было По таймингу Пока Мы стоим Ждем И смотрим На то Как наш товар Забирают Чтобы А ну это Отличное ТП Да Молодец Вообще Просто Браво Молодец Чувак Круто Собирал Науч Когда Нибудь Я Потом 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 Повтор Посмотрю И Этот И Поучусь Как Следует Ладно Я валю Отсюда Мне здесь Делать Нечего В общем Чтобы По таймингу Было Понятно Радик Должен Быть До 21 Минуты До 21 Минуты Радик Это Нормально Если Не Успевается Собрать Радик До 21 Минуты То Лучше Этого Уже Не Делать Покупаются Фейзи Покупается Урна Покупается Вангвард Это Я Причисляю То Что Нужно Покупать Если Вы Не Успели Нафармить На Радик До 21 Минуты Значит Еще Раз Давайте Если Не Успели Значит Нужно Покупать Урну Нужно Покупать Вангвард Нужно Покупать Саша Яша Нужно Покупать Диффуза То Есть Артефакты Все Дешевые Я Сейчас Назвал Артефакты Которые По сути Дешевые И Они Смогут Смогут Вам В принципе Позволить Вам Участвовать Просто В боях Потому Что Это Такой Минимум Набора Артов Которые Которые Позволят Вам Хоть Как-то Помогать Как-то Участвовать Драках Как-то Драться То Это Не Будет Смег Имбовая Которая Вот Уже Прям Может Нагнуть Все И Все То Есть Тут Важно Понимать Потому Что Это Это Уже Другая Тропа Тропа Та Которая Которая Помешала Вам Нафармить Радик До 21 Но Если У вас Получается Сделать До 21 Радик То Тут Уже Все Очень Интересно Затар В принципе Одинаковый Как у Всех Поздних Лейтгеймов Тут У нас Команда Кстати Неплохо Себя Проявляет Я смотрю Это Хорошо Но Суть Та ролика Не в том Что Я буду Кого-то Нагибать Или Что-то Делать Я Показываю Как Нужно Это Делать То Как Нужно Себя Вести И Что Нужно Собирать Это Самое Главное В Гайдах Вообще В сути В обзоре Человек Человек Который Не умеет Играть Его Задача Научиться И понять Что Нужно Делать Героям Какая У него Цель Как Он Должен Себя Вести И Что Он Должен Покупать Такие Основные Минимум Принцип За героя Которые Которые Нужно Нужно Знать И Вообще В принципе Все моменты Именно Эти Интересны И в Новичку Который Не умеет Играть Я Просто Помню Те Моменты Когда Я Сам Только Начинал Играть В Доту Я Не Знал Как Вести Себя У 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 Что Ему Покупать И Третье Я Не Знаю На Что Он Способен Вот Три Основных Проблемы Которые Новичок Не Знает Которого Именно Интересуют Вот Эти Вот Ответы На Эти Три Вопроса В Принципе Задача Гайдов Именно Раскрыть Эти Самые Три Три Вопроса То есть Дать На Нех Ответ Значит О Скиллах Я Рассказал О Поведении Я Рассказал То есть Мы Формим Нам Нужны Саппорты Которые Будут Нам Принципе Помогать Кстати Еще Одна Особенность От Даггера От Первого Наша Скилла Невозможно Увернуться То есть Мы Направляем На Героя На Вражеского И Чоп Он Куда Не Бежал Он От Него Не Увернется Просто Единственный Момент Который Существует У Этого Скила Есть Рейндж 2000 Единиц То есть Если Он Выйдет За Рейндж 2000 Единиц Естественно Наш Первый Скил Его Не Достигнет А Так Он От Него Увернуться Не Может Вот Значит У Нас В принципе Радик По Таймингу Успевается Быть Но Я Что Он Мне Подсказывает Что Моя Команда И Бест Тебе Что Надо Че Больной Что Че Один Пришел Что Это Было Сейчас Какого Хрена У меня На самом деле Немного До Радика И С Появлением Радианца В принципе Наш Фарм И Начинается Азотар У всех Поздних Лейт Геймов Геймеров Да У Поздних Лейтов Одинаковые То есть Что У Антимага Что У Тераблейда Чувак Я не могу Так Быстро Подожди Подожди Меня Чувак Жди Жди Поехали Должно Успеть Хорош Молодец Сработала Пассивка Дополнительный Урон Проехался По нашей Жертве Так Все нормально Все Все пучком Ну В принципе Лина рядом Всегда Это Греет душу Но То Что Здесь Еще И У Нас Товарищ Есть Дополнительный Появился Можно Сказать Ну Чувствую Он У нас Уже Покинул Поэтому Я особо Не рассчитывал Что он Будет Помогать Спектре Формить Он Такой Чтобы Сам Поформить И Пошла Спектра В Жопу Вот То Есть На самом Деле Серьезно Чуваки Если вы Хотите Играть За Спектру Просто Вы При этом Один Просто Забудьте Об этом Это Плохая Идея Не Делайте Этого Если Вы В Пати Хотя Бы с Одним Другом То Это Еще Возможно Если Вдвоем То Это Вообще Ну Если Вас Трое То Это Вообще Хорошая Идея Потому Что Спектра Реально Тащит Вот Но Если Один Я Б На Вашем Месте Отказался От Этой Идеи Подождите Апс Сейчас Прям Мы Тут И Не Таких Видали Еще Размечтался Как будто Как будто Мы тут Как будто Мы тут Вчера Родились Ладно В принципе У нас Все Хорошо Радик Уже Почти В кармане Почти И В принципе Наш фарм Начинается Именно С того Момента Как у Нас Появляется Радик То есть В чем Прелесть Радика В том Что Ну Как сказать Радик Это Фарм Ради Фарма Помимо Того Что Он Сжигает Жизни Он Добавляет Дикого Урона У него Очень Много Урона Которого Он Добавляет К нашим Статам Помимо Всего Этого Он Позволяет Нам Фармить Раза Так В 3 Быстрее Вот В 3 Следующим Артом Мы Покупаем Себе Владимир Потому Что Он Позволит Нам Свободно Фармить Леса И При Этом Не Тратить Наше Здоровье Поэтому Поэтому Владимир Будет Отличным Вариантом Плюс Там Дополнительные Ауры Ну В общем Вы Знаете Все Все Прелести Этого Артефакта И Полезности Его Вот Вот Как раз То О чем Я говорю То есть Есть Рядом Союзник Который Помогает Вам Лечиться Постоянно И Как бы Это Поможет Вам Нафармить Входим Сало Живи Живи Стой Стой Блин Зачем Ты двигалась Подруга Я пытался Сори Пытался Спасти Как мог Делал Все Что Было Вновь Ну В принципе Это Не важно Важно То Что Уже Есть Радик И Все Наша Игра Вот Только С этой Минуты Начинается Мы Купим Владимир Для Того Чтобы Мы Могли Свободно Фармить И Наше Здоровье Всегда Было Полным Фармить Можно Кстати Разными Способами И Хитрыми И Нехитрыми Здесь Еще Пустой Спорт Что Ну Да Пустой Все Я Понял А Не Вдуплил Почему Ко Мне Крепы Не Идут Так Ну В принципе Моя команда Дала мне Спейс Тот Который Мне Нужен Был Ну Тут Они На самом То Деле И Без Меня Моя Команда Справляется Я Смотрю Неплохо Поехали Формить Чуть Живой Офигел Что Я Мидл Тауэр Из Андер Атак Рейди Инструкшн Сжигаем Сжигаем В чем Прелесть Спектры Вообще В чем Плюс Ее Ультимейт Позволяет Переместиться В вашей Команде В любой Момент Где бы Вы Не Находились То Есть Вы Можете Спокойно Пушить Линию Или Формить Леса И Если Вашей Команды В вашей Команде Начнется Замес С Противниками Вы В любой Момент Можете Оказаться Рядом С Ними То По Факту Вы Любой Момент Рядом И Ну Это Наверное Одно Из Самых Главных Преимуществ Спектры То Что Да Они Девочки Сами Перемещаемся И Мы Рядом То Несмотря На То Что На самом Деле И Без Меня Мы Справились Но Суть В том Что Мы Мгновенно Просто Можем Переместиться Помимо Того Что Переместиться Мы Еще Можем И Уйти Также Если На Нас Будут Нападать Мы Можем Ультануть К примеру И Переместиться К кому Нибудь Кто Будет Один Разгуливать И Еще И Контратаковать Вот Поэтому Нормальная Тема Спектра Ну Лично По Мне Я Не Люблю Играть Такими Героями Потому Что Им Нужно Фармить Ну 30 Как Минимум Антимаг Может Ты Пойдешь Выкни Леса Ты Как Бы Там Мож Спокойно Фармить Ты Блинканешься Если Че Оставь Мне Лесов Мы То И Сами По Сути Можем Уйти Но Зачем Рисковать Лишний Раз Если Можно Свободно Фармить В Своих Лесах И Не Париться По Поводу Того Что Вам Придется Убегать В Какой То Момент По Мне Так Игра Совсем Легкая И Не Интересная Ну Вот Я Не Вижу Ничего Интересного В Том Что Ты Фармишь 40 Минут Серьезно Я Не Понимаю Для Чего Эти Герои Вообще Созданы Нет Как Б Я В Принципе Понимаю Для Чего Они Есть Вообще В Мы Мы Участвуем До 35 Минут Ни В Каких Боях По Сути Мы Можем Только Переместиться И Добить Кого Нибудь Вот Состерить Наглым Образом А так Чтобы Прям Бить И Нагибать Это Как Лечу Лечу Давай Сейчас Буду Поехали Давай Успеваю Успеваю Он Слишком Рано Он Опять Рано Начинает Что В тот Раз Он Рано Начал Что В Эта Противостояние Ультуем И И Все Он Бежит Далеко Не Убежишь От Меня Как Без Вариантов У меня Еще И Первый Скил Как Б Есть Которые Вроде Как Не Дает Противнику Убегать Вот Поэтому Зря Убегать Смысла Не Бало Нужно Было Просто Биться До Конца Хотя Он В любом Случа Умирал Но Так Он По крайней мере Мне Оставил Мало ХП Так Есть Мало Все Прикупим ПТ Себе Продолжаем Формить Ну Как Б К Сожалению Это Все Что Нужно Делать Формить Поэтому Формим Все Формим Осмотрим Формим Смотрим На Экшен Экшен Форм Если бы Еще кто Нибудь Отвод Делал Было Бо Вообще Прекрасно Ну Из Закупа Давайте Поговорим О закупе Владимир Нам нужен Для того Чтобы Формить В лесу Да И не тратить При этом ХП Но Владимир Это не тот Артефакт Который У нас Остается В конце В лейтгейма Он Потом Продается Владимир Потому что Он Заменяется Тараской Вот Из наличия Артефактов Все довольно Просто Действительно Зачем Спитре Фарм Она И так Всю игру Формит Мы Покупаем Тут Тут На самом деле Может По разному Лично Я Покупаю Всегда Диффуза На спитре Потому что Они Ну Типа Понятно Зачем Диффуза Вообще По сути Нужны Они Помогают Нехило Убивать Мы Можем Задезавелить С противника Да Чтоб он От нас Не убегал А он Будет От нас Убегать Если Он Один Потому что Один Один Биться Со Спитрой Это Как бы Мягко Говоря Само Убийство Поэтому Диффуза Отлично Отлично Подходит Не Даем Противнику Убежать От нас Вот То есть Я Покупаю Диффуза Покупаю Тараску Покупаю Манта Стайл Ну И там МКБ Либо Либо Дайдаус То есть Либо Абисал Блейд И этого Вполне Достаточно Для того Чтобы Ну Потом Это все Можно Закрепить Баттлфюри Ой Баттлфюри Господи Бабочкой И все Будет нормально То есть Вам Как бы Вообще Пофигу Будет На все Все Что Вам Нужно Будет Сделать Это Нажать На одну Кнопку И как Саппорты Они умрут Сами От Иллюзий И все Все Остальное Остальных Можно Добить Переместиться И добить Поехали Пушить Лению Поставим На ловность Птшечку Чтобы Побыстрее Наваливать Ну и возвращаемся В леса В принципе Формим Лес Ульта Сейчас Откратит Мы Сможем Опять Участвовать Где-нибудь За меня Делаю Всю Работу Извиняйте Конечно То Что Так Все Получается Тут Моя Команда Как бы Без Меня Рампаги Делает Так Лина 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 Знает Что она Делает Она Делает Все Правильно Потому Что Это Арчем И он Знает Что Нужно Делать И вообще По сути Все Саппорты Должны Этим Заниматься Заниматься Для Для Кэрри Кэрри Команда Это Очень Важно Отводы Это Очень Важная Часть Фарма Так Монто Стоял Сюда Закинем Диффуза У нас Уже Есть В принципе Знаете С Радиком И С Диффузами Вот Убить Мы В принципе Можем Ну К примеру Мипа Я Наверное Не Сувался А вот Одолеть Там Какого Нибудь Шамана Легко На Сикера В принципе Напать Можно Но Чревато Смертью Потому Что Сикер Если Накинет Успеть Накинуть На вас Ульту А он В принципе Успеет Это Сделать А если Он Не будет КД Он Заставит Вас Стоять На месте Если У вас Не будет ТП То За Это Время Команда Может Как бы Его Подбежать И Отомстить Поэтому На Сикера Можно Нападать Но Нужно Иметь Сидат ТП У себя В кармане Потому Что Знаете Он У вас Ультанет По Любому И Все Фармием Фармием В принципе Так это и происходит По циклическому кругу Вы просто бегаете По своему лесу И Фармите Тупо Вот это Затор А что С Сикером Что Чего Ты В фабрах Не увидишь Такого Хрифа Что Это За Затар Это Прикол Весело Черт Так Ну В принципе В принципе Можно Подключаться Уже И Идти Сносить Что Одну Из Сторон Тут Ступных Крипов Просто Грех Пропускать Если Честно Что То Баблище Можно Это Пропустить Такие Вещи Нужно Забирать Ну В принципе Уже И Монта У нас Почти Подъехала Как бы Видно Да Скорость Скорость Фарма С Радиком Она Раза В 3 Так Если Не В 4 Ускорилась Поэтому Ну Радик Это Наверное Больше Фарм Ради Фарма О Привет Халявные Бабки Нормально Сейчас Уже Монта Стел Уже Почти Нажали Одну Кнопку Переместились Убили Еще И Змеек Заврами Делающе Чудесно Все Монта Как бы У нас И Ну Вот С этими Артефактами Мы Можем Уже Участвовать В Поединках Довольно Быстро Это Все Произошло Но Это Связано С тем Что Моя Команда Как бы Справлялась С тем Что Она Должна Вообще Делать Они Просто Делали Что Должны Были И Они Дали Мне Спейс И Вообще По Сути Эти Арты Я Что Застрял Что Господи По Сути Эти Арты Они Немножко Дольше Оформятся В игре Да Более Сложной Но Так как Команда Моя Сделала Все Что Нужно Для Спектры То Есть Это Произошло Несколько Раньше То Есть По Сути Эти Артефакты Они Минут Так На 10 15 И Вы Должны Были Появиться Позже Вот Ну и Все А с Этими Ртами Ну Вот Сейчас Допустим На Стадии Этой Сделать Сможет То Единственное Что Мепарь Да Если Он Запупается Будет Держать Меня В Сирках Возможно Это Спастет И Они Как-то Смогут Всей Толпой Меня Одолеть Еще И Пуш Меня Ультанет А так Им Очень Тяжело Сделать К примеру Если У меня Будет Тупо Не знаю БКБ То Даже Пятеро Вряд Ли Одолеют Спектру Вот Тут Как бы Тяжело Блюда Что Предъявить Тихо Тихо Окольными Путями Через Леса Подобрался К Врагам И В принципе Я буду Сейчас Уже Внаглую Стоять И Наглеть Танковать Убивать Лина Выжила Офигеть Бабки Так И Сыпятся Так Ну че Мепарь Мепарь Господи Я думал Я опять Застрял Я же Офигел Чуть Опешил Ну Играя За Таких Поздних Литов Вы Должны Как бы Понимать Самую Главную Вещь Вы Не Должны Не Останавливаться Не Насеку Прям Не Насеку Ну То Что Я И Говорил Мепарь Он Да Он Единственное Наверное Кто Сможет Что-то Предъявить Потому Что Это Пуфы Мепарь Против Слепы Нормальная Тема Я Думаю Что Мы Будем Выходить Вторас Очку Нужно У нас Раз Как Уже Есть Практически Можно Идти Вперед Ну Дальше Это Может Бабочка Дэйдаус Абисал Блейд Смотрите По ситуации То есть Что Вам Больше Нужно Больше Урона Значит Дэйдаус Больше Контроля Значит Абисал Больше Выживания Значит Бабочка То есть Ну Как бы Тут Уже Решайте Смотрите По игре Что Будет Более Выгодно Для Вас Пришел Кому Чтобы Поставить Зверь Хорошо В принципе Это все 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 Что Ну Можно Было Я Рассказал Ну А По поводу Интересности Боя Ну Чуваки Это Лейты Они Вот Какие То есть Если Лейты ранее Которые Могут С первых Левелов Убивать Там Более Там Интересные Игры Там Много Экшена Много Всего Интересного А вот Такие Которые Нужно Фармить Это Просто Фарм Это Нудно Ну В общем Задача Я справился Гайд На Спектру Записан Всем Спасибо Пока